МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Республика в студии Юлия Важенина. Прямо сейчас о главных событиях в Чувашии смотрите сегодня. Бюджетная поддержка. В канун юбилейного Дня Победы ветераны получат единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей. В Чувашии эта сумма может быть увеличена до 100 тысяч. Знаменательные даты в преддверии праздников. Особое внимание мемориальным комплексам и памятникам. Осторожно, обман! В республике выявляются новые случаи телефонного мошенничества. Ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты не только из федерального, но и республиканского бюджета. Празднование 75-й годовщины Победы – одна из главных тем совещания в Доме правительства. Подробности у Дмитрия Ковалева. В канун 75-летия Победы каждый, кто сражался за мирное небо, получит единовременную выплату из федерального бюджета. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Данная выплата будет происходить в апреле-майе 2020 года категориям граждан, которые указаны в данном документе. В Чувашии в настоящее время проживают 434 инвалида и участников Великой Отечественной войны. Сотый указ еще предусматривает выплату труженикам тыла в размере 50 тысяч. Таких граждан где-то 10,5 тысяч в нашей республике. Сейчас мы занимаемся выверкой. Временно исполняющая обязанности главы региона предложила округлить размер единовременной выплаты участникам войны до 100 тысяч. Это поддержка в юбилейный для республики год. Если мы вам поручим совместность труда проработать данный вопрос в ближайшее время и соответствующим образом, если необходимо, предусмотреть в бюджете соответствующие средства, как вы на это смотрите? Порядка 11 миллионов получается для бюджета, но заявка будет, учтем в уточнении бюджета, если будет ваше поручение. События очень важные, и то, что в этот год они совмещаются в столетии нашей автономии, очевидно, эта категория людей внесла, ну, скажем так, неоценимый вклад в то, что мы сегодня имеем в Чувашской республике. Давайте мы этот вопрос проработаем. В муниципалитетах республики продолжается подготовка к юбилейным датам. Среди ключевых задач привести в порядок мемориальные комплексы и памятники воинам-освободителям. Большое количество мероприятий проходит в Парке Победы. Это и День памяти, и Скорби, и Сеча памяти. Что надо предпринять для того, чтобы там все-таки, скажем, все эти процессы обеспечить. Мемориальный Парк Победы будет благоустроен. В администрации столицы региона к 9 мая планируют капитально отремонтировать и Дворец культуры имени Хузангая. Здание 65-го года постройки требует ремонта. Фасады обветшалые. 15 лет не делали к сантехнику, 10 лет не делали к рулю. Еще одна важная тема – безопасность. По данным МЧС, в республике снижается количество пожаров. Но беспокоит другая статистика. Чаще всего виновниками возгораний становятся люди в нетрезвом виде. Здесь на первый план выходит профилактика. Это проблема, это бич. Хотя над этой темой работаем, СМИ активно работают. Но таких сдвигов резких пока в сторону улучшения, к сожалению, нет. Активно все органы власти на местах, правоохранительные органы, волонтеры, добровольцы, органы власти. Активно работаем по профилактике пожаров, по профилактике безопасности вообще общей. И прежде всего это сходы граждан. Посещаем многодетные семьи. На повестке дня и снижение задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Временно исполняющий обязанности главы региона отметил, что в отрасли ЖКХ назрели кардинальные реформы. Такого рода накапливание долгов происходит прежде всего из-за того, что мы имеем достаточно ветхую коммунальную сферу, изношенные сети и достаточно большие затраты на выработку одной единицы тепловой энергии. Поручение госслужбе по тарифам и республиканскому Минстрою подготовить детальный анализ состояния жилищно-коммунального комплекса, обсудить предложения ведомств и меры по дальнейшему сокращению долгов. Олег Николаев намерен в ближайшее время. Дмитрий Ковалев, Маргарита Мельникова и Андрей Спиридонов. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши Олег Николаев провел ряд рабочих встреч. Одна из них с генеральным директором компании «Мегамикс». Временно исполняющий обязанности главы Чуваши Олег Николаев провел ряд рабочих встреч. Одна из них с генеральным директором компании «Мегамикс» Василием Фризеном и руководителем агрохолдинга «Юрма» Сергеем Розаевым. Компания «Мегамикс» стала собственником «Юрмы» еще в прошлом году. Предприятие входит в перечень социально значимых для экономики республики объектов. Олег Николаев обсудил с предпринимателями план развития. В агрохолдинге сейчас идет реконструкция производственных площадей. По-прежнему одной из главных остается проблема загрязнения воздуха. Жители столицы Чуваши периодически жалуются на неприятный запах, вызванный некачественной утилизацией отходов производства. В этом направлении работа ведется, отметил Сергей Розаев. В агрохолдинге освобождают пометохранилище. Фермерам реализуют органическое удобрение, которое безопасно для окружающей среды. Кроме того, новый инвестор ввел в эксплуатацию два цеха по компостированию помета мощностью 20 тысяч тонн в год. В будущем агрохолдинг намерен достроить завод по переработке пометов гранулированное удобрение. Здравствуйте, это служба безопасности банка. У вас задолженность, вы должны срочно ее погасить. Для этого подойдите к ближайшему терминалу. Такой звонок поступил нашей телезрительнице с незнакомого номера. О том, чем закончилась история Ольга Пырочкина. К нам в редакцию обратилась жительница Чебоксар Виктория. Она рассказала, на ее телефон с незнакомого номера поступил звонок. Якобы от службы безопасности одного крупного банка. Виктория записала весь разговор на камеру мобильного телефона. И вот его фрагменты. Виктория Рикторна, я вижу, что задолженность по вашей банковской карте уже составляет порядка 5 лет и 9 месяцев. Все верно? Ситуация. На давно забытой карте якобы образовалась серьезная задолженность. Погасить ее женщине предлагают немедленно. На данный момент вам прямо сейчас необходимо собираться, выдвигаться к ближайшему. То есть, отрем устройству для того, чтобы оплатить задолженность, обязательно с собой берите вашу банковскую карту. То есть, и ваш паспорт. Я сейчас побегу, подождите, а мне что нужно будет? Мне нужно будет вставить карту и просто пополнить ее, да? Нет, нет. А как? Смотрите, вы оплату производите не на вашу данную банковскую карту, а на вашу виртуальную банковскую карту, которая уже была подобрана системой. Виртуальная или цифровая банковская карта – это не только удобное для покупок в интернете новшество, но и новый способ вывода денег для мошенников. Она представляет из себя набор цифр и не имеет физического носителя. Ее проще обычной оформить на подставное лицо, а значит, замести следы. Викторе сообщают, на нее якобы оформили виртуальную карту. Подписывайте номер вашей банковской виртуальной карты, также Виктория Викторовна. А где мне ее взять? То есть, поскольку я сейчас вам ее назову... Диктуйте. 47. 47. Вводите 10 тысяч рублей в терминал. Да, я ввела. Конечно, к нашей героине электронная карта никакого отношения не имеет. Ее не могут оформить, пока вы сами не подадите в банк заявку. И если бы Виктория выполнила все указания, деньги ушли бы мошенникам. Наша телезрительница прислала нам этот материал, чтобы другие зрители увидели реальный случай попытки мошенничества и были внимательными. Регулярно предупреждают жителей и правоохранительные органы. МВД совместно с прокуратурой раздают информационные листовки и проводят правовые часы. Однако злоумышленники изобретают все новые способы, как выманить ваши честно заработанные. Из последнего. С клиентами банка связываются якобы судебные приставы, от которых, конечно, подвоха никто не ждет. Они просят проверить ваши какие-либо имеющиеся якобы задолженности. Вам присылают по СМС сообщениям ссылки на какие-либо сайты подозрительные. Вы, если не догадываетесь об этом, переходите на сайт, соответственно, у вас автоматом могут быть находения жительства. Сфера, где защититься от мошенников, крайне сложно. Интернет покупки. В качестве одного из последних примеров можно привести уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которые размещали на сайте фиктивное объявление о продаже бывших в употреблении запасных частей к автомобилям. И, значит, таким образом похищали денежные средства граждан. Конкретно в таких случаях специалисты советуют попросить продавца написать на листке бумаги, к примеру, в ваше имя и сфотографировать рядом с товаром. Однако фиктивное объявление – один из сотней вариантов мошенничества. Единого рецепта защиты нет. Минимизировать риски помогут следующие правила. Не сообщать никому свои персональные данные, не скачивать сомнительные программы, не проходить по подозрительным ссылкам и читать отзывы пользователей, которые уже столкнулись с какими-либо проблемами. Ольга Бырочкина, Бахтияр Велиев, Валерий Резюков. Республика. В столице Чувашии подвели итоги регионального этапа Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства по направлению машиностроения. Участие в состязаниях принимали студенты трех СУЗов республики. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, автоматизация технологических процессов и производств технологии машиностроения. Участники соревновались по трем специальностям. Конкурсанты разработали 3D-модели деталей, спроектировали мнемосхемы, смонтировали и запустили установки, имитирующие работы автоматизированной системы. В итоге победитель Артем Халманов отправится представлять республику на заключительном этапе Олимпиады. Она пройдет в конце мая в Саранске. Они дали родине клятву верности и готовы сдержать слово. Учащиеся кадетского класса 31-й столичной школы приняли присягу. Дата выбрана не случайно. Именно сегодня отмечается День российского кадета. За церемонией посвящения наблюдал Рифат Фаткулин. Не просто торжество, а день, который запомнится на всю жизнь. Форма с иголочки, обувь блестит, строевой шаг отточен долгими часами тренировок. 28 юных патриотов приносят клятву быть преданным своей семье, народу и отечеству. Добросовестно учиться развивать свой интеллект. Уважать начальников и старших, беспрекословно им подчиняться. Закалять свою волю и характер. Свято блюсти честь своего кадетского класса и своей школы. После клятвы вручение удостоверений. Пятиклассник Артем Сенцов прекрасно понимает, какая ответственность ложится на его плечи. Я в первый раз кадет, то есть в пятом классе пошел. И мне этот день очень важен. Кадет это военный, который должен хорошо себя вести, быть самым лучшим и подавать пример. Неудивительно, что эти ребята мечтают о военном деле. Одни хотят поступить в специализированный вуз, другие мечтают попасть сразу в Суворовское училище. Впрочем, их путь только начинается. Впереди у ребят годы учебы, а также занятия в спортивных и военно-патриотических секциях. Таких кадетских классов в Чебоксарах более 50. Класс УФСИН – это первый класс у нас в городе и в республике. На протяжении с пятого по одиннадцатый класс будут изучаться не только общешкольные дисциплины, те дисциплины, которые нам известны из учебного плана, но и более углубленное изучение общего коммунитарного цикла. Это общество знаний, правоведение, другие направления. На присяге рядом с юными кадетами учителя-родители. Их поддержка очень важна школьникам. Рифат Фадкулин, Андрей Шоклев, Республика. Врачи, санитары, фельдшеры, медсестры. Местом их подвига в Великую Отечественную войну были поля ожесточенных сражений в госпитале. В числе сотен тысяч медицинских сестер, которые выдержали суровые испытания, Ксения Прокопьевна-Редькова. В гостях у вицерана побывала наша съемочная группа. Я всегда шустрая была, боевая, ничего не боялась. Рассказывает о себе Ксения Прокопьевна. В семье было 10 детей, но мне, как младшенькой, повезло. Я смогла получить хорошее образование. Выбрала тогда профессию врача. И тут война. Ксению призвали в первый запасной полк, который формировался тогда в Чубоксарах. А затем перебросили в Подмосковье, где уже шли бои. Первый же день бомбежка, снаряды рвались уже у нас. Но такое время приказ медиков перебросил на уличные бои. И вот уже мы собрались с санитарными сумками в город, в уличные бои. А там сколько было раненых, обожженных и раненых. Многое пришлось повидать. Ксения Прокопьевна вспомнила, как ей однажды доверили сопровождать разведчиков через Волгу на случай, если понадобится медицинская помощь. Мы ползком идем, и наши заметили три фигуры. Наверное, говорят немцы. Из наших частей не должно быть где-то тут. Тихо-тихо подойдем, говорят, уложим их всех. И сняли оружие у них, документы. Мы двух привели мы. После рассказывала начальник, говорит, они удивились, что у вас мадам ходит на разведку. Медицина – это призвание. После войны Ксения Прокопьевна поступила на службу медсестрой в МВД. И всю жизнь ворму носил. Атестованной была ведь всю жизнь. Двух года на пенсию. Даже в таком преклонном возрасте Ксения Прокопьевна занимается рукоделием. Научилась этому на курсах, как только пришла с войны. Одинаково. Это тоже так же будет. Даже спустя столько лет она помнит фразу, которую говорили смертельно раненые солдаты. «Сестричка, милая, живи за нас». «Поэтому, наверное, так долго и живу», – с грустью говорит Ксения Прокопьевна. В этом году ей исполнилось 103 года. Богдана Дойникова, Валерий Рязюков, Республика. Легран, Мориконы, Джо Досен, Битлз. В Чебоксарах прошло открытие международного фестиваля «Созвездие земляков». Он посвящен столетию образования Чувашской автономной области. На премьеру концерта мужчина и женщина, ценители музыки, собрались в театре оперы и балета. Каждая женщина хочет быть единственной и неповторимой. Каждый мужчина хочет найти ту единственную, которая будет им восхищаться и сделать счастливым. Образы влюбленных были навеяны музыкой, которую исполняли профессионалы. На сцене театра выступили артисты Чувашской государственной академической симфонической капеллы и концертно-духового оркестра города Чебоксары. Зрелищность и красочность звучания позволяют зрителям познакомиться поближе с неповторимыми по тембру инструментами и виртуозными возможностями их исполнителей. Программа была очень чудесная, прекрасная. Наталья Еклашкина, которая вела эту программу, она была просто великолепной и бесподобной даже. Конечно, были произведения, которые узнавали и знают все. Это я одинокий пастух, это мой ласковый и нежный зверь. И, конечно же, во втором отделении прозвучали произведения, вернее, как прозвучали хиты Майкла Джексона. На концерте звучала музыка гениальных и неповторимых Мишеля Леграна, Эннио Мориконе, Криса Ботти, Джо Досена и других музыкантов. А раскрыли их произведения на сцене и придали особую красоту заслуженный деятель искусств Чувашской республики Наталья Еклашкина и дирижер концертно-духового оркестра Чебоксары, лауреат международных конкурсов Владимир Петров. О том, как люди любят эту музыку, как дирижер в музыке и преподносит эту музыку, как все, кто сидел на сцене, играли и вкладывали всю душу в то, что они делали. Это большое удовольствие побывать на таком концерте. Ольга Алексеева, Павел Ярдков, Республика. В Чувашии продолжается марафон «Столетие». На этот раз фестиваль прошел в Яльчикском районе. Старые песни о главном, стихи о войне, театральные постановки и, конечно, танцы. Большой концерт посвятили знаменательным датам. Сейчас в районе проживают 10 участников Великой Отечественной войны, каждому из них вручили юбилейные медали. Цель марафона – рассказать все самое важное о каждом из районов республики. Наследие, история великого народа, люди-легенды, Чапаев. С 14 по 21 февраля в Яльчикском районе все желающие могут посетить неделю чувашского кино «Эхо-сама». Жители района познакомятся и с экспозициями чувашских национального и художественного музеев. Такой марафон пройдет по всем без исключения муниципалитетам республики, а закончится фестиваль в селе Красное Читай. На главном праздновании столетия чувашской автономии. Воспитанники чувашской спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 Лана Прусакова и Дмитрий Мулинзеев стали победителями этапа Кубка Европы по фристайлу. В минувшую субботу в Польше прошли соревнования в дисциплине «Биг Эйр». Продемонстрировать свое мастерство и завоевать трофеи международного турнира собрались ведущие спортсмены планеты. Дмитрий Мулинзеев обошел спортсменов из Швейцарии и Финляндии. Лана Прусакова с отрывом обогнала сокомандницу из России и участницу из Украины. По результатам сложных состязаний оба представителя чувашей выиграли золото. И еще одна спортивная победа команды из нашей республики. Сегодня в финальных всероссийских соревнованиях клуба юных хоккеистов победила команда из Чувашии. Игра прошла в городе Салават, республики Башкортостан. Чувашскую республику на всероссийском этапе представляет хоккейный клуб «Яльчики». Сегодня для финальной игры спортсмены встретились с Вологодским Олимпом. Встреча была жаркая. По итогам двух первых периодов счет был равный. В третьем периоде чувашская команда закинула решающую шайбу в ворота противника. Матч завершился со счетом 2-1 в нашу пользу. Это главные новости к этому часу. Прямо сейчас полезная информация. А я с вами прощаюсь. До завтра. Комплексный взгляд на красоту и здоровье дарит медицинский центр эстетика. Удобство и комфорт уже в полной мере смогли оценить первые пациенты. Консультация врача, диагностика и лечение с помощью инновационных технологий – все в одном месте. Мы занимаемся активной косметологией, причем начиная от эстетической косметологии и заканчивая уже современной аппаратной лазерной косметологией. Также это флебология, лечение заболеваний вен, нижних конечностей. Это исследование внутренних органов, УЗИ, диагностика. Также процедурный кабинет – это лечение внутривенными капельницами. Также кабинет подолога – это лечение заболеваний стоп и ногтей. Все процедуры проводят высококвалифицированные специалисты, врачи высшей категории, профессора, кандидаты медицинских наук. Все они регулярно проходят обучение не только в России, но и за рубежом. При клинике есть свой исследовательский научный центр, где разрабатываются новые рецепты красоты. Забота о пациентах и их безопасность превыше всего. Мы используем самое современное и высококачественное оборудование, которое имеет все сертификаты качества и может приносить не только самые лучшие результаты, но и быть абсолютно безопасным. Для удобства пациентов в нашей клинике мы разработали систему скидок, ежемесячных акций, также есть подарочные сертификаты. И очень удобно то, что рядом с клиникой находится аптека, наша аптека. После лечения пациент может прийти и приобрести все необходимое в одном месте. Коллектив центра участвует в международных симпозиумах по эстетической косметологии. Специалисты не раз привозили из различных конкурсов награды профессионального сообщества. Это лучшее подтверждение мастерства. А если к этому прибавить индивидуальный подход, то качество лечения гарантировано. Нам очень приятно, что и за пределами республики нас знают. К нам всегда по приезду обращаются звезды и артисты российского шоу-бизнеса. Но что хочу отметить, что каждый пациент и гость клиники – это для нас звезда. В медицинском центре эстетика. Ваше здоровье и красота в надежных руках. Субтитры создавал DimaTorzok